ADM-продюсер Машнила стал глобальным феноменом за последние несколько лет. Со своего дебюта в 2015 году он из малоизвестного диджея, делающего ремиксы, превратился в одного из самых известных исполнителей, который позже начал сгадать в такие музыкальные фестивали как Ultra, ADC и другие фестивали. Его уникальный стиль музыки с характерным медленным темпом и вокалом с нотками трэпа привлекли внимание миллионов любителей музыки по всему миру. Каким бы знаменитым он не был, никто на самом деле не знает этого человека, скрывающий под маски. В отличие от таких исполнителей, как Дермаус, Маршмелла не снимает свой шпен во время наступления, это позволяет ему хранить свою личность в секрете. Найти информацию о Маршмелла очень тяжело, учитывая, что Вилли не знает, кто он на самом деле. Но вот некоторая информация, которую можно найти, немного порывшись в интернете, так что настало время узнать о человека, скрывающий под маской Маршмелла. Настоящее имя Маршмелла – Кристофер Комсток. Известно большое количество разных фактов, доказывающих, что Маршмелла на самом деле крыс Комсток. Продолжать скрывать свою личность для крысы затруднительно, учитывая количество людей, заинтересованных его разоблачением. Он даже надел шлем на неизвестного диджея Тиеста в надежде запутать публику. Если вы не геймер, вы, вероятно, не знаете, что Маршмелла – большой фанат Fortnite. Он настолько поднялся в игровой индустрии, что обзавелся своим собственным персонажем Fortnite. Маршмелла даже провел концерты в игре, которые смогли посетить многие любители его творчества. Если вы полистаете соцсети Крисы, вы увидите, что он большой любитель использовать фильтр Snapchat. Кажется, им нравится делать селфи с фильтром больше, чем обычные селфи. Фильтр с ним сейчас стали по-настоящему популярными. Поэтому понятно, почему Крис использует их так часто. Возможно, для него это повод подорачиться. Карьера Крисы Комстока не началась с проекта Маршмелла. Она стартовала под псевдонимом Dotcom. Dotcom не стал таким популярным, как Маршмелла. Он играл на более мелких сценах. У него не было такой большой аудитории, но он играл более позитивную музыку. Комсток до сих пор иногда выступает как Dotcom, но чаще всего как Маршмелла. Так как этот бренд стал действительно популярным. Часто СМИ связывают Dotcom и Маршмелла путем сравнения татуировок. У Криса очень много татуировок, которые он пытается тщательно скрывать. Но иногда они все-таки проскалит в сети. Довольно трудно видеть, что у Маршмелла тату. С учетом того, что он все время одевает брюки с кофтой с длинными рукавами. Но если вы окажетесь рядом, то возможно видите пару татуировок. Сложно понять, кто ходит в круг друзей Маршмелла. Но очевидно, что Dotcom и Кауза очень близки. К Каузу вырос популярного артиста, который играет все типы музыки. От тяжелого от рэпа до дабстеп. Маршмелла использовал много артистов в своих выступлениях и клипах. Чтобы отвести подозрение о Dotcom на EDC Лас-Вегас, несколько лет назад Диеста снял шлем Маршмелла. Утверждая, что он является той загадочной персоной под маской. Актер Рулу Феррелл также выдал себя как Маршмелла в одного из своих клипов известного EDM-кондюсера. Так или иначе, все эти артисты помогли искрыть личность Маршмелла. Маршмелла хочет оказать положительное влияние на людей на протяжении создания нескольких постов. Маршмелла пытался распространять позитив, исключать что-либо негативное. Он много раз говорил, что надеется и впредь распространять позитивную атмосферу в своей музыке и бренде. Dotcom не получает столько запросов на интервью, сколько получает их Маршмелла. Ну и сам как Маршмелла, Крис не очень-то большой фанат интервью. Логично, ведь он пытается сохранить свою личность в секрете. А во время интервью журналисты могут докопаться до правды. Спрос, благодаря которому Comstock стал популярным, очень просто. Создание ремиксов на популярные песни. Некоторые из его лучших ремиксов были как песни Adel, Justin Bieber's и Skrillex, Very Good. С этого момента у него образовалась своя фанатская база, кто помогла ему создать много треков, чтобы основать собственный бренд. Если вам интересно, где родился звездный диджей, смотрите не дальше, чем в Филадельфии. Comstock вырос в городе братской любви. Крис действительно следует моральным тюностям города и приносит позитив в окружающий его мир. Будем надеяться, что он дальше может нести вверх положительные эмоции. Хотя Крис вырос в Филадельфии, это не то место, где его путь закончился. Он решил приехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить музыкальную карьеру. Иногда американские диджеи делают так, чтобы посещать музыкальную учреждение, академию и общаться с представителями данной индустрии в целях дальнейшего развития карьеры. Очевидно, это сработало. В 2017 году было анонсировано, что Marshmilla стал один из самых высокоплачиваемых диджеев в мире. Очень впечатляющий результат для артиста, который появился в 2015 году. По данным IC Guards, стоимость бренда Marshmilla примерно 21 миллион долларов. Все, что Comstock сделал для расширения бренда Marshmilla, получило огромное развитие и принесло Крису очень много денег. Человек под маской действует очень мудро по отношению к бренду Marshmilla. Крис провел большую работу по созданию своей базы через социальные сети, постоянно дразняя, играя с поклонниками в социальных сетях. Marshmilla обеспечивает интерес фанатов. Чем больше вы взаимодействуете с фанатами, тем больше отдачи. Удивительным является факт, что Marshmilla, несмотря на быстрый рост популярности, продолжает оставаться очень скромным человеком. Ему не нужны ни статусы, ни гламур. Крис просто хочет создавать хорошую музыку, распространяя позитивную атмосферу. Наблюдая за социальными сетями, видит, что он остается верным своим близким друзьям, несмотря на количество новых друзей, которые он приобрел как Marshmilla. Comstock очень забавный человек. На своих страницах в социальных сетях, рутком постоянно публикует смешные посты с мемами. Comstock даже добил частицу юмора в социальной сети Marshmilla, чтобы могло ему общаться со своими поклонниками. Поклонники часто видят Marshmilla на его YouTube-канале. Comstock явно любит игры в кулинарии. Большинство поклонников ее музыки, вероятно, не могут себе представить, что эта любовь на самом деле существует в этой мере, в которой он демонстрирует ее публике. Мы не можем оставить без внимания знаменитости, которые жертвуют деньги на благое дело. Что же касается Marshmilla, то он пожертвовал полмиллиона долларов в фонд защиты настоящее детей. Большинство осознал свою необходимость помочь группе активистов в борьбе за права детей, беженцев и детей-иммигрантов. Вопрос Marshmilla был вдохновлен образом Дэд Маус. Конечно, Дэд Маус часто снимает шлем во время шоу, но идея была в том, чтобы использовать шлем как бренд. Comstock взял эту идею и решил никогда не снимать шлем. Он хочет, чтобы люди ассоциировали бренд только как Marshmilla. Заказать футболки с изображением Marshmilla и другие товары можно внизу по ссылкам под видео в описании. Субтитры сделал DimaTorzok